МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Да, ребят, давненько мы с вами ничего не строили и не экспериментировали. И сегодня настал тот день, когда мы все это совместим. Из канцелярских резинок и фанеры мы решили соорудить батут. Ну а так как идея максимально необычная, и мы в ней вообще не уверены, я не уверен, что у нас что-то получится. Но попробовать обязательно стоит. Кстати, мы с ребятами уже сняли новый видеоролик. Ролик получился невероятно интересным. Такого мы еще никогда не снимали. Да и, честно говоря, в русском сегменте Ютуба я вообще такого не видел. Чтобы вас больше заинтересовать, посмотрите пару кадров из этого видео. Это даже не эксперимент, а много экспериментов. Видео получилось очень интересное. Согласитесь, ребят, вряд ли вы видели какие-то масштабные видеоролики с животными. А в этом видео будет именно так. А что там будет, вам остается только догадываться. И я думаю, вы понимаете, что я бы вряд ли вам рассказывал про все это, если бы вы не могли ускорить процесс выхода этого видеоролика. Поэтому, когда на канале наберется 6 миллионов 400 тысяч подписчиков, мы его выложим. Как только вы набираете, мы практически сразу же публикуем. Ну, во всяком случае, выложим в течение этого дня. Хотя, подождите, это получается, что сейчас выход видеоролика могут ускорить только новые подписчики? Это получается как-то немного нечестно. Тогда давайте так, мы выкладываем видеоролик, когда набирается либо 6 миллионов 400 тысяч подписчиков, либо когда на вот этом видеоролике наберется 700 тысяч лайков. Поэтому спускайтесь под видео и ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. А нам пора начинать строительство. Чтобы сделать батут, для начала нам нужно будет соорудить каркас, который мы сделаем из всей этой фанеры. Он будет выполнен из трех слоев. Почему так много слоев фанеры? Так еще и двухсантиметровый. Ведь это всего лишь канцелярские резиночки. Они ведь такие безобидные. Да, они безобидные. И с одним слоем фанеры вряд ли что-то произойдет, если их будет использоваться не 15 тысяч. Вы только представьте, 15 тысяч резинок будут давить на всю эту фанеру. Почему-то мне кажется, что 15 тысяч резинок, создавая огромную нагрузку, просто-напросто деформирует один слой. Поэтому мы решили перестраховаться и взяли много слоев фанеры. Много практичнее, чем мало. Вот так вот. Теперь наш будущий батут нужно поставить на ноги. Ну, в смысле, на ножки. По идее, корпус готов, и теперь нам нужно натягивать резинки. Но, как бы, натягивать резинки пока что некуда. Поэтому мы с ребятами подумали и решили вкручивать шурупы по всему периметру круга. И шурупов нам нужно вкрутить целую тысячу. Поэтому очевидно, что одному мне здесь не справиться, и мне будут помогать ребята. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, ребят, мы уже вкрутили порядка тысячи шурупов, и этого количества, мне кажется, вполне себе достаточно. Поэтому настало время переходить к следующему этапу. Гораздо более интересному этапу. Натягивать резиночки. Их тут очень много. Напоминаю, их здесь целых 15 тысяч. Ребят, ставьте лайк, если эти волосы нам идут гораздо больше обычных. Ставьте лайки. Ой. Подожди, ну все упало. Я же говорю, это волосы гораздо лучше. Вы посмотрите на него, как он выглядит без волос, и как он выглядит в волосах. Совсем не все. Честно говоря, я боюсь узнать, как долго мы все это будем делать. 15 тысяч резинок. Чтобы натянуть резиночки от одного края к другому, нам пришлось соединить 6 резиночек в одну цепочку. На данный момент, пока здесь всего лишь одна резинка, она достаточно эластичная. И я даже спокойно могу на нее встать. Почти батут. Но так будет не всегда. Потому что чем больше мы будем натягивать резинок, тем больше будет натяжение. И уже в какой-то момент я не смогу вот так вот спокойно встать и продавить резинку до пола. Более того, в итоге они должны меня даже выталкивать. То есть должен получиться батут. Во всяком случае, это входит в наши планы. А как будет, я не знаю. Но мы все равно это не узнаем до тех пор, пока не натянем все резиночки. Поэтому приступаем. Мы натянули уже порядка 22 резинок. И я вам могу сказать, что батут становится гораздо более упругий. Еще чуть-чуть резиночек, и я смогу на нем прыгать. В общей сложности уже натянуто порядка 80 резинок. 40 так и 40 вот так. Как мне кажется, почему-то, он уже вполне себе может выдержать мой вес. А то, как считаете вы, выдержит он меня или нет, можете написать в комментарии. Просто поставьте видеоролик на паузу и напишите. И также еще в комментарии можете написать, из чего бы вы хотели увидеть батут. Просто изначально у меня было очень много различных идей, из чего можно было бы его сделать. А теперь мне просто осталось лечь на это. Теперь мне начинает казаться, что он меня не выдержит. На самом деле, этот батут уже держит меня над землей. Или моя задница касается пола? Нет. Ура! То есть получается, что человек, по идее, может спокойно держать 80 резинок. По-моему, прикольный батут. Не знаю, какое количество резинок мы уже натянули, но у нас уже получилось два слоя. Выглядит это, ну, неимоверно красиво. И, честно говоря, выглядит даже чуть-чуть надежно. Настолько надежно, что я даже решился на него лечь. Оу, щит! Да ладно! Офигенно! Батут готов! Все, можно прыгать. На самом деле, теперь я на миллиард процентов уверен, что у нас сегодня точно получится батут. И он будет прям офигенно крутым. Я уверен, что наш батут будет миллион раз лучше, чем всякие батуты из магазина. Но в голове, знаете, прокрадывается такая мысль, что резиночки могут порваться. И произойдет настоящая фаталити. Резинки, на самом деле, они очень резиновые. И когда вы их тянете, они тянутся. Интересный факт о резинках. Натянуто уже порядка 12 тысяч резинок. То есть, по сути, мы натянули практически все. По нашим расчетам, батут уже должен быть вполне себе рабочим. Поэтому, я полагаю, стоит протестировать. Встану туда, куда еще не вступала нога человека. Готовы? Сейчас мы узнаем, сможет ли этот батут выдержать человека. Выдержит, а он выдержит. У меня есть подозрение, что я сейчас просто наступлю ногой и провалюсь туда. Дальше не помню, как ты вела где. Не, ну слушайте, он вполне себе меня держит. На нем даже можно прыгать. Охренеть. Он очень круги, если честно. По-моему, это очень даже неплохо. Я думал, будет гораздо туже. Блин, офигеть. Как итог, получился... Офигенный бассейн. Батут. Получился офигенный батут. Только у него пока что есть только один минус. Верхние слои отделяются от нижних. Поэтому нужно добавить последний штрих. Все слои переплести воедино. С натягиванием резиночек на сегодня все. Да и, в принципе, батут полностью готов. За исключением вот одной маленькой-маленькой детальки. Для красоты, чтобы не торчали здесь шурупы, и чтобы вдруг кто-нибудь на них не напоролся головой, мы прикрутим сюда декоративную накладку. Теперь, если человек и упадет, то упадет явно не на шурупы, а на фанеру. Это безопасно. На 100%. Прикручиваем. Батут готов. Можно подвести краткие итоги. В общей сложности на создание этого батута мы потратили 15 тысяч канцелярских резинок, 1000 шурупов, 6 листов фанеры, 2 метра досок и 24 часа. И на удивление не так уж и много денег. Всего лишь 10 тысяч рублей. К чему я это говорю? Для того, чтобы можно было сравнить наш батут и покупной. Блин, честно говоря, я никогда в жизни до этого не прыгал на батуте, но почему-то мне нравится. Ух, я как сало просто. Честно, я вообще не представлял, что он получится настолько... Ну реально, ну он охрененный. Но прыгать на нем просто реально кайфово. Я бы, конечно, может быть, сделал бы какое-нибудь сальто, если бы умел. Но мне, в принципе, и прыгать достаточно, чтобы понять, что он реально неплохой и может выталкивать и конкурировать с магазинными батутами. И, кстати, в каждом видеоролике я прошу вас подписаться на канал. Сегодня будет, наверное, самый оригинальный. Нажимайте на эту красную кнопку, прям как я. Все вместе сделайте так, чтобы эта красная кнопка превратилась в серую. Это очень легко. Смотрите, у меня же получилось. Я думаю и... И у вас получится. Ну а мы продолжаем. Покупной батут обошелся нам в 11 тысяч. Это на целую тысячу дороже, между прочим. Но купили мы его в разы быстрее. Теперь осталось проверить его с точки зрения практики. Какой из этих батутов будет лучше выталкивать и сравнить то, какую они могут выдержать нагрузку. Но все же, если так смотреть, то мы купили самый стремный батут. Хороший батут стоит порядка 20-40 тысяч. Ну а какой из них практичнее, осталось только проверить. Поэтому нам нужен каскадер. Леха! Че? Выбери правильный батут, чтобы выжить. Закрой глаза. Какой батут будешь тестировать первый? Вот это. Именно его. Та-да-да! Запрыгивай. На самом деле, я не ожидал, что он будет настолько хорошо пружинить. Небольшой дисбаланс, но это как бы нормально. С учетом того, что это батут из резинок канцелярских. Самый настоящий и, наверное, самый лучший батут из канцелярских резинок. Так вот, защиту бы они еще сделали получше. Но ничего, и так нормально. Оторвалась одна по ноге ударила. Да, есть одно но. Батут как бы очень крутой получился, но резинки все-таки имеют свойство рваться, и батут как бы не целостный, а состоит из частей. Поэтому он как бы... он не вечный. Полегче, Леха, полегче. Офигенно! Батут очень энергозатратная штука, на самом деле. Похудеем? Батут очень классный. Я этому батуту ставлю большой жирный лайк. Как мы уже поняли, Лехе на самом деле понравился батут. И вот хотелось бы узнать, вот если брать из 10 баллов, сколько баллов ты бы ему поставил, если сравнивать вот с нормальными, с настоящими батутами, которые в батутках стоят? Давай не учитывая то, что рвутся резинки. Я бы поставил этому батуту 6 баллов. То есть если сравнивать с нормальными батутами, адекватными, на которых прыгают обычные люди, на них ты чувствуешь себя более концентрированным. То есть тебя не разносит по бокам из-за того, что полотно на нормальных батутах, оно растянуто равномерно, а тут как-то раскидывает по сторонам. Но резинки все-таки неравномерно натянуты. Я очень сильно удивился, когда залез на него, и я почувствовал вот это вот, что этот батут меня действительно выталкивает, прям как настоящий батут. В принципе, мнение человека, который ходит на батут, мы уже выяснили. Я думаю, настал тот самый момент, когда стоит провести тест-драйв и сравнить этот батут с обычным настоящим батутом, который продают в магазине. Поэтому, Леха, залезай еще один раз и попытайся на этих батутах распрыгаться до максимума, насколько это возможно. И на том, и на этом. Продолжение следует... Теперь, попрыгав на двух батутах, я могу их сравнить полностью. Во-первых, высота полета, как вы видите, особо не отличается. Но есть один огромный минус именно этого батута. Этот батут очень-очень твердый. То есть, когда я приземлялся вниз, меня аж подкашивали ноги. Но на том батуте с резинками не было такого. Он очень плавно выносил меня вверх. Я получил настоящий кайф, как на спортивных батутах. Но все-таки этот батут не развалится сразу, а тот, он уже начал разваливаться, потому что резинки разрываются. Поэтому сейчас давайте все-таки протестируем их на надежность. Поэтому я предлагаю на оба батута скинуть гири. И посмотреть, как отреагирует тот и другой. Ну а теперь, на счет три, отпускай! Раз, два, три! Ложись! Я не знаю, как это комментировать. Она как бы неплохо так самортизировала, но и при этом провалилась. В настоящих батутах так не бывает. Тест-драйв на надежность. Наш батут, к сожалению, не прошел, в отличие от покупного. Помимо того, что гиря прошла через батут, еще и огромное количество резинок просто-напросто порвалось. Но если мы уж начали проводить тест-драйвы, я предлагаю протестировать эти батуты по максимуму. Поэтому на батуты мы сбросим наш знаменитый шар из фольги, который, между прочим, весит 113 килограммов. Раз, два, три! Ну, в принципе, я могу сказать, что батут справился, а гиря пролетала через него тупо из-за того, что она была маленькая. Но с большим весом батут справился. Учитывая, что шар падал, нагрузка на батут пришлась явно не 113 килограмм. А в разы, а то и в десятки раз больше. Насчет 3-4! Ну что, как считаешь, можно на нем еще прыгать? Конечно, можно. Обязательно. На самом деле, мне кажется, что батут из резинок пострадал от падения шара гораздо меньше. К примеру, потому что, если я сейчас залезу на этот батут, очевидно, он очень сильно изменился. К примеру, потому что у него полностью искривился корпус и растянулись пружины. Так пружина выглядит изначально, а так выглядит после падения. Разница более чем заметна. А наш батут до сих пор как будто новенький. И на нем можно прыгать. Но все-таки будем честны, что вряд ли кто-то будет сбрасывать на батут какой-то огромный вес. И поэтому, как мне кажется, все-таки очевидно. Лучше покупать магазинные хорошие батуты, а не заниматься ерундой, как делаем это мы. Ну а на этом видеоролик подошел к концу. Если вам нравятся наши видеоролики и вы хотите посмотреть что-то еще, у вас есть два выбора. Посмотреть наши предыдущие видеоролики. Или посмотреть влоги, в которых мы все это делаем. Чтобы посмотреть влоги, вам достаточно просто оформить спонсорскую подписку. Сделать вы это сможете по ссылке в описании. Чем отличается спонсорская подписка от обычной, вы сможете также посмотреть по видео. Ссылка на которое будет в описании. Ну а на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok